Чем грозит потеря шапки? Что значит, если потерял шапку? Любой элемент одежды заряжен энергетикой владельца, особенно то, что человек носит чаще всего. Потерять вещь все равно, что утратить частичку себя. Однако, согласно приметам, потерять шапку – к удаче. Рассмотрим толкование более подробно. Голова – символ мысли человека, а также это центр энергии и здоровья. Согласно общему толкованию, потеря шапки предупреждает, что скоро человек окажется во власти чувств и эмоций, потеряет голову. Многое зависит от деталей. Если упала случайно, данное событие имеют следующее объяснение. К встрече со старым знакомым или судьбоносному знакомству. К сближению с влиятельным человеком, который принесет в жизнь положительные изменения. Негативные, если человек потерял шапку, ударившись об что-то или во время падения. К подчинению в отношениях. Преклонению перед кем-то. Если вещь упала на землю и ее пришлось поднимать. Если шапка упала перед свиданием, примет обещает взаимную симпатию и долгосрочные отношения. Если спала во время поворота головы, это нужно рассматривать как предупреждение о том, что на человека давит окружение. Если элемент гань. Если шапка была потеряна вместе с перчатками, это предсказывает проблемы в семейной жизни. Стоимость шапки. Если потерять дорогой головной убор, то это повлечет социальные и финансовые проблемы. Примета имеет логическое объяснение. Придется снова раскошелиться, а если это был подарок, то конфликты не избежать. Эзотерики утверждают, что это сулит постыдную ситуацию. Есть риск опростоволосица. Потеря дешевого головного убора не принесет серьезных убытков. Пока шапка валяется где-то, человеку угрожает опасность. Появляется головная боль, мигрень и травмы. Сохраняется связь между его здоровьем и предметом одежды. Место потери. Если человек не помнит и даже не представляет, где потерял шапку, то это означает, что скоро он совершит опрометчивый поступок. Нечто безрассудное, а возможно и бессознательное. Если человек понимает, где потерялась вещь, это говорит о том, что скоро ему придется принимать непростое решение. Нельзя медлить и бездействовать, иначе результат будет печальным. Однако, нужно быть осторожным, внимательным, чтобы не навлечь на себя беду. И если же шапка была забыта в гостях, то это предупреждает о скором разочаровании в ком-то из близких. Или это информирует о том, что человеку придется пересматривать свои взгляды на жизнь. Возможно, пришло время сменить профессию или место жительства и круг общения. Толкование в зависимости от статуса и пола потерявшего. Холостой мужчина забыл аксессуар к усталости от случайных связей, неспособности забыть больную любовь. Свободная девушка к расставанию с возлюбленным и началу новых отношений. Женатый мужчина или замужняя женщина к изменам с его или с ее стороны, ссорам в отношениях и расставанию. Человек в возрасте к проблемам со здоровьем. Если шапка была забыта на работе, то это предсказывает карьерный рост. В этом случае, наоборот, нужно задуматься о том, как улучшить свое положение и продвинуться по карьерной лестнице. Найти головной убор. В целом, это предупреждение о том, что придется решать чужие проблемы. Какая-то мелочь доставит много хлопот и принесет головную боль. Для женщины примета предупреждает о проблемах в личной жизни. Для мужчины это предостережение о чрезмерной мягкости в характере. Он рискует стать ранимым, нерешительным и слабым. Как нейтрализовать негатив? Если вы нашли головной убор, ни в коем случае нельзя примерять его. Во-первых, нужно помнить о правилах гигиены. Во-вторых, согласно приметам, так вы принимаете на себя головную боль и чужие проблемы. Что касается нейтрализации негатива при потере шапки, то лучше всего не зацикливаться на предсказании и купить новую. Или же можно зажечь церковную свечу и проводить ей над другим головным убором, приговаривая, чтобы вся ваша энергия теперь только в этом предмете и осталась. Представляйте, как разрываете свою связь с потерянным аксессуаром.